Добрый день, сегодня анбоксинг. Не так давно у меня выходило видео про кубик от компании MoYu V-Long VRM. Он мне изначально не особо понравился, вернее не впечатлил. Вот сижу я, его кручу, уже понимаю, что он не так уж и плох, как мне показалось. Думаю, на нем стоит покрутить еще не одну тысячу сборок. Тут мне звонит курьер, говорит, что привез в V-Long VRM. Сразу определимся. Кубик я буду называть V-Long VRM, так как это написано на упаковке. Я прекрасно знаю, что Мацфолк зовут Мацфолк, именно так произносится его фамилия. Но я не являюсь сторонником жарких споров диванных лингвистов. Кубик буду называть V-Long VRM. А Мацфолк пускай зовут Фолк. Написано все-таки V-Long VRM. Не будем на этом останавливаться. Лучше рассмотрим сам кубик. Кстати, вот он. Кто не заметил. Давайте для начала посмотрим комплектацию. Кубик-то я уже покрутил, а комплектацию особо не смотрел. Коробочка, по-моему, очень похожа на коробку от V-Long 3 Power. Который вот этот. Здесь также магнитная крышка. Такой пленочке был завернут. Такие вот пазы, которые скопировал себе Dayan Tanguyum. И под вот этой вот вещью. Тут есть такой конвертик, в котором что-то лежит. Если открыть, ну, или какие-нибудь карточки. Так, мы видим фирменную тряпочку. The Walk, должно быть, на ней написано. И карточки. Карточки. Мац, Фолк. Карточки. Карточки. Опять Мац. Опять карточки. А, что интересно. Некоторые карточки из плотной бумаги сделаны. А некоторые прям из тоненькой. Наверное, дублируются. Не знаю, зачем так делали. Вот эти плотные. Я хоть и коллекционер. Ну, мне как-то мало греет вот эта макулатура. Так. Серьезно? В кубике нет инструкции. А как же его теперь собирать? В кубике нет инструкции. Я, конечно, понимаю, что компания ЧИИ выпустила отдельно инструкцию. Отдельную книжечку. Можно теперь не класть свои кубы. Но мы как-то к этому привыкли. Не знаю. Факт есть факт. Ну, коробочка понятна. Ничего здесь нового. Куда интереснее сам кубик. Хотя... Мы помним первый кубик Валк. Это первый куб из этой серии. 55,5 мм. Некогда революционный размер. И это первый куб, с которым я участвовал на чемпионатах. Как сейчас помню, поехал в Белгород. В Уайт-Сити 2017. Мой первый официальный чемпионат. И у меня как раз был кубик Валк. На нем я, кстати, открутил не так много сборок. Как хотелось бы. Все потому, что следом начали выходить и Ланг-ГТС. И поэтому как-то он у меня отложился в сторону. Поскольку он не магнитный. А потом уже эти магнитные версии начали появляться. И это мне стало интереснее. Кубик Валк. Многие хвалят. И его новую версию. Пауэр М. Некоторые не восприняли. Пауэр М уже магнитный. С неокрашенным пластиком внутри. В обычном Валке. Все стандартное было. Но Пауэр М не всем понравилось. Из-за того, что он не такой быстрый, как хотелось бы. И многие говорили, что лучше бы обычный Валк с обмахнителем. И это будет интереснее, чем Валк Пауэр М. Ну и вот. Замагнитили. Серийная версия магнитного Валка. Плохо это? Хорошо ли это? Наверное, хорошо. Взяв кубик сразу из коробки, я его повращал и понял, как он плох. Просто ужасен. И первые две сотни сборок я крутил на заводской настройке. Обычно я стараюсь больше открутить. Но тут не смог. Крутил только 200. Он был сильно затянут. И совершенно некомфортно собирался. Вспомним, что обычный Валк, он достаточно жесткий кубик. Он быстрый, но жесткий. Я предварительно на нем еще соточку открутил. Но... А, не соточку. 50, наверное, я открутил сборок. Но он без магнитов уже совсем не то. И удовольствие не приносит. Это, конечно, с магнитами. Радости было больше. Но удовольствия не так много, как хотелось бы. Поэтому спустя 200 сборок я ослабил на полтора оборота каждый винт. И стал как-то приемлемо. Я не скажу, что это куб моей мечты. Нет. Тот же самый VRM, которым я последний чемпионат и кручу. Хотя GTS 3M мне пока еще нравится больше. Он лучше. Для меня. Для моего стиля вращения. Я не собираю там за 10 секунд. 15, 16, 17. Для меня пока предел. Но кубик неплохой. То есть им можно собирать. И можно собирать быстро. Я для сравнения открутил на PowerM соточку. Да, он не такой быстрый, как VR. И не такой быстрый, как Valk. Но время я на нем примерно свое среднее держу. Ну, его, наверное, пора уже почистить. По 2000 сборок на нем точно есть. Но можно на нем собирать. И я не являюсь хейдером кубика PowerM. Он меня вполне устраивает. Да, я им сейчас не собираю. Беру его с собой на КХ. Один из трех кубов, который я беру на КХ. Нормальный. Не самый скоростной. Но вполне удачный кубик. Является ли Valk 3M лучше, чем PowerM? Как по мне, ну, так себе. Я знаю, что фанаты Valk 3 обычного оценят. Он реально быстрее, чем PowerM. Даже с магнитами. Магниты здесь не особо сильные. Но вот эта вот его жесткость типичная для Valk. Мне не совсем нравится. Я его до такой степени расслабил. Возможно, стоит больше. Вот сколько я сборок 400 на нем уже открутил. Да, можно собирать, можно собирать примерно на хорошем уровне. Чуть-чуть привыкнуть к нему. И все будет хорошо. Ну, как бы компания ЧИИ не говорила, что это что-то революционное новое. Это возрождение классики. Что-то такое. Они писали в своих пресс-релизах. Ну, как бы компания Мою реинкарнировала свой GTS 2M. На самом деле, GTS 3M под видом VR. Почему нет? Почти тот же самый куб, но ребра убрали. Почему же ЧИИ не выпустить Valk? Тот же самый, но с магнитами. Я сначала еще размышлял. Стоит его брать, не стоит. У меня были мысли замагнитить свой старый Valk. И покрутить его в магнитной версии. Ну, как-то все лень. А тут такая возможность просто купить и ничего не делать. Ну, и еще в калоре. Я давно перешел на калоры. И черный пластик уже меньше предпочитаю. Давайте на всякий случай сравним строение обычного классического Valk и магнитного. Ну, вот цветной пластик – это магнитная версия. Черный пластик – это классическая версия. Что мы видим? Мы видим все то же самое. Абсолютно идентичные элементы. Ну, не считая цветной версии. Все один в один. Углы. Опять же, магнитный, немагнитный. То есть, чаи совершенно не заморачивались. Единственное, вот в углах можно увидеть магнитики внутри. Магниты, кстати, приклеены хорошо. Ничего не звенит. Ну, разбирать полностью ребро не буду. Приложу картинки, если найду. Но главный вопрос – стоит ли этот куб покупать? Честно, кубик неплохой. То есть, если его взять после какой-то бюджетки, то будешь радоваться. Но я, видимо, присыщен хорошими кубами. И я считаю, что есть кубы и получше. Тот же GTS 3M, тот же VRM. Мне понравились больше. Если сравнивать среди линейки Валк и, в принципе, чаишные кубы, у них не так много топовых трешек. И среди них, возможно, да, возможно, что-то будет хорошо. Компания Чия обещала версию Валк и Лайт, если не ошибаюсь, называется. Но, как я понял, те нововведения, которые они хотели сделать, уже морально устарели. И они от этой мысли пока отказались. Но, возможно, будет позже. Тот же GAN X уже далеко шагнул в сторону модификаций и прочего. Стоит ли его покупать? Ну, если вы, скажем так, фанат обычного Валка, классического, и вам лень этот самый Валк магнитить, то почему бы и нет? Если вы никогда не вращали Валки никакие, то есть кубы и дешевле, и лучше, на мой субъективный взгляд. То есть, по мне, M3 RS3M ничуть не хуже, чем Валк 3M. Но стоит дешевле. Но, в принципе, недорого стоит. Не так дорого, как мог бы, если сравнить с тем же GAN. Комплектация здесь никакая, ни карточки, ни запасных пружин, ни сменных магнитов, ничего. Даже инструкции нет. На всем сэкономили. Кучу бестолковых карточек каких-то засунули. А толк-то. То есть, комплектация очень дешевая. Компания моя там любит отвертки всякие, класть регулировочные, всякие приспособления. Здесь все просто. Поностальгировать над классикой. То есть, это куб, которому уже... Он с 16-го года выпущен. Вроде бы. Да. То есть, дизайн 16-го года. Дизайн внутренних элементов, я имею в виду. Он, конечно, был неплох, но время не стоит на месте. Да, принципиально нового ничего не изобретают, но все же. Сейчас уже в бюджетке и обладают достаточно хорошим вращением. Так что, как-то вот так. Вы уже, наверное, привыкли, что я нелестно отзываюсь о толковых новинках. Но куда деваться. Говорю, что думаю. Возможно, я не прав. Возможно, ошибаюсь. Пожалел ли я, что купил у Маук? Нет, не пожалел. Я с удовольствием кручу на нем. Ну, как минимум, тысячу сборок. А там посмотрим. Я все хотел выбрать себе куб, на котором буду крутить 10 тысяч, но пока не уверен. Может быть, и на Вэре попробуем. Хотя, недавно вот свой кубик для уха, GTS 2, крутил такой хороший. Такой прям отличный куб. Даже не знаю, весь сомнение. Плохо, когда нет кубов. Плохо, когда много кубов. Люди всем всегда недовольны. Как-то вот так. Не спешите покупать Valve 3M. Ничего в нем нового нет. Просто старый кубик, 16-го года, в который ставили магниты. Те же самые пружины, та же самая крестовина, те же самые элементы. Не заметил я никаких нововведений. Если это не так, поправьте в комментариях. А на этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.